Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет перешел библейский вопрос, а не про отношения. Здравствуйте, батюшки! Некоторые люди говорят, что дьявол — это ангел-хранитель планеты Земля. Так ли это? Спасибо. Да, есть такое мнение. Представьте себе. Его разделяли преподобный Анда Москин и Григорий Низкий, святитель. Представьте себе. Из современных книг вы можете почитать об этом в «Законе Божьем» отца Данила Сысоева и в догматическом богословии Патриарея Олега Доводенкова. Они тоже ссылаются на этих двух отцов Древней Церкви. Так что это не выдумка, как, допустим, «Лилит, первая жена Адама». Нет. Нет такой жены. Тут чисто каббалистика. Здесь действительно было такое предположение у скромного количества святых отцов. Потому что, как мы видим из книги книг, что ангелы-хранители могут быть у людей, у городов, сел, континентов, государств, планет, крещенных и некрещенных. Ведь наличие крещения совсем не обязательно для того, чтобы Господь послал тебя ангелы-хранителя. Приходит каждая первая. «Батюшка, погрестите ребёночка». «А зачем? Ну, чтобы ангел-хранитель у него был». «А что, некрещенному Господь послать не может?» «Не-не, вы что?» А где вы в Библии читали, что крещение для того, чтобы ангел-хранитель был у человека? Ну, как же, все же так говорят. Ну, где-то написано. А нигде не написано. Мы во Христа крестимся. Мы Бога даём человеку. Во Христа облекаемся. И лица во Христа крестистисся, во Христа облекостисся. В смерть его крестимся, в воскрешение его воскрешаем. То есть Бог себя даёт человеку в крещении, а не ангел-хранитель даётся ребёночку, за который теперь молиться можно. А если покрестить в правильный день на крещение Господне, там, ух, какой сильный ангел-хранитель будет. Не то, что там у этих, там, у этого плебса, который крестился 18 или 20 января. Вот у нас там, ого-гошечки, какой будет. Уже можно и не причащать до конца века, может даже и крестик не надевать. Всё. Ангел-хранитель будет супер-пупер. Вот, приходится об этом говорить. Люди смотрят на тебя с недоумением и говорят, пойдём, наверное, к другому батюшку, какой-то, который неправильный какой-то, сломался. Какой-то неправильный семинарий выучили. Дайте нам другого. Сложно иногда говорить с верующими людьми, которые считают, что знают больше от своих дедов, бабушек и схемонахинь, нежели какой-то там молодой батюшка. Так вот, возвращаемся к Денице. Что пишут отцы о причине падения первого из ангелов? Что послужило его падению? Одни говорят гордость, другие говорят зависть. В принципе, не один между собой, потому что зависть – плод гордости. Возгордившись своей красотой, силой и могуществом, он захотел обожиться, быть Богом не по благодати, а просто потому что может. Дай, как бывают такие люди, делают зло, потому что могу. А не потому что объективно против тебя зуб держит, не нравишься ты ему. Такую непрязь к потерпевшему умею, что кушать не могу. Нет, зло ради зла. Издевательство просто ради издевательства, потому что могу. Любой бунт, любая революция, любой протест против Бога – это следствие борьбы с благодатью. Не хочется тварным существам стяжать благодать и быть зависимым от благодати. Если ты хочешь соединиться с чистым, то будь чист. Хочешь соединиться с Богом – будь богоподобен. Надо что-то делать, надо трудиться в этом направлении. Само по себе магически это не дается. А кому-то хочет магически. Сам дьявол, возгордившись, приобрел качество богоборца и этот же метод предложил Еве. Вкусите плод и станете как боги. То есть не через послушание Богу, не через деятельный труд возделывания земли. Еще не в поте лица своего будешь обоживаться. А вот вкусив магический артефакт, будете как боги. Должны были стать Адам и Явы как боги? Должны были. Магически – нет. Трудом. Созиданием любви друг к другу. Ну, получилось, что получилось. И если мы говорим о зависти, то есть мнение, как пишут отцы, что Деница был ангел, который стоял во главе надземного чина и которому бог верил о хранении земли. И тут на земле появляется какая-то букашечка, таракашечка, какое-то животное, в которое бог вдыхает дыхание жизни, и тот становится существом, которое способно принять в себя самого бога в потенциале честнейшего херувимов и славнейшего без сравнения серафимов. То есть получают такие дары в потенциале, которые надо развить. Которым не смогу приобщиться даже сам Деница. Это колоссальная зависть. То есть ты должен охранять, помогать существу, которое ниже тебя сейчас, но в потенциале выше тебя. Идеал постоянно пытается с тех времен до сегодняшнего дня доказать Богу, что ты был неправ. Это ничтожество, это существо недостойное. Я достоин. Они нет. Смотри, сколько беды они могут принести друг другу, сколько зла, сколько ненависти. Даже если ты воплотишься, они тебя распнут. Даже Бога. Ну, так он вряд ли думал, потому что видно из Евангелия, что тайна боговоплощения была дьяволу недоступна, хотя он видел, что Иисус больше, чем человек. Принять мысль о том, что Бог может соединиться с человеческой природой, единицы было невозможно. Это уже был перебор. И по сей день доказывает, что люди недостойны того, что дарует им Бог. Такой постоянный какой-то диалог происходит. Сатана не может Богу повредить. Но приносит ему боль и огорчение через злые поступки любимого Божьего творения человека. Вот такие дела. Надеюсь, мы с вами, прослушав эту запись, будем творить добро и не творить зло. Не только для того, чтобы Бог наградил или потому, что боимся наказание. Ну и для того, чтобы не быть соработниками дьявола, а быть соработниками Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!